В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Скоро в школу. В департаменте образования прошло собрание для родителей будущих первоклассников. Детство без границ. Саровчам приглашают принять участие в международном фестивале. У природы нет плохой погоды. Как горожане реагируют на сюрпризы, которые в этом году преподносит зима? Далее расскажем обо всем подробно. 1 февраля в 8.30 стартует прием заявлений на зачисление в первые классы образовательных организаций. Подать документы можно будет как лично в здании образовательной организации или в многофункциональном центре, так и через портал госуслуг, пройдя предварительную регистрацию. Подробнее о правилах приема и нововведениях этого года представители департамента образования рассказали на собрании. Родителям, чьи дети собираются учиться в центре образования. Около 900 маленьких саровчан в этом году пойдут учиться в первые классы. Большой наплыв учеников ожидают в школу нового района, особенно в 11-ю и 17-ю, и в центр образования. Это организация, куда идут учиться дети, проживающие на территории, ранее закрепленной за лицеями и гимназией. Уже второй год подряд эти школы не набирают детей в первые классы. В 2020 году центр образования планирует принять около 150 детей. Пока нет определенности, сколько будет классов. Возможно, 5 по 30 человек или 6 по 25. Окончательное решение примут после того, как завершится приемная кампания. Из лицеев и гимназий в этом году на работу в центр образования переходит только 4 учителя. Других будут искать. Выбрать педагога для своего ребенка напрямую нельзя. Мы всегда говорим, что распределение детей по классам – это только право образовательной организации. Поэтому в данном случае мы всегда говорим, что это остается только полномочия образовательной организации, а не родителей. Потому что удовлетворить желание всех, конечно же, мы не способны. Дети, которые пойдут учиться в центр образования, через 4 года его закончат и на общих основаниях вместе с учениками других школ будут сдавать экзамен для поступления в лице и гимназию. Центр образования реализует те же общеобразовательные программы начального общего образования, как и вся образовательная организация города. Не предполагается, уровень начального общего образования не предполагает углубленных предметов. И как и в любой школе в центре образования есть дополнительные предметные области, есть дополнительные кружки и какие-либо дополнительные занятия, которые могут выбирать дети, как и в любой образовательной организации. Как и прежде, правом преимущественного приема в первые классы будут пользоваться льготные категории граждан. Их полный перечень можно найти на сайте департамента образования. Кроме того, есть одно важное нововведение. Дети, проживающие в одной семье и на одной территории, они имеют право вне конкурсного зачисления, приоритетного зачисления, независимо от прописки. Вот это нововведение этого года, о котором говорят все. И я хочу родителям ответить на вопрос, который некоторые задают, что если ребенок сейчас учится в 15-м лице, и приоритета с центром образования не существует. Это две разные образовательные организации. Специалисты департамента образования подчеркивают, что самое главное в начальной школе – это не место, в которое ребенок будет ходить на занятия, а учитель. Прекрасных результатов можно достичь в любой школе, при условии, что налажена связь между педагогом, учеником и родителем. Подать заявление на зачисление в первые классы можно с 1 февраля, с 8.30. Детей, которые идут в школы не по прописке, будут зачислять на свободные места с 1 июля. За последние несколько лет во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смерти среди населения. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Большинство случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем артериальное давление. В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью, то есть практически постоянно их артериальное давление выше 140 на 90 мм рт. ст. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентами никак не ощущается, и организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркт и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, а в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт Центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в Центр здоровья во второй поликлинике саровчане могут по телефону 952-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет, если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста – на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. На товарной базе возобновил работу зимний скейтпарк. Секция, в которой всех желающих будут обучать искусство катания на бимикс-велосипедах, скейтбордах и роликовых коньках, открыта ежедневно с 16 до 19 часов. Более подробно о зимнем скейтпарке мы расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детский технопарк «Кванториум Саров» приглашает на работу преподавателя по направлениям «Геоквантум» и «Промробоквантум». Соискатели должны иметь техническое образование, уметь работать с современными техническими средствами, владеть основами программирования. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Занятия проходят во второй половине дня, возможно совмещение. Более подробной информации по телефону 8 920 020 6030. Резюме можно отправлять на электронную почту инфосаровсобакакванториум52.ру В воскресенье 9 февраля в Сарове пройдет Олимпиада по математике для начальной школы Творческая лаборатория «Дважды два». Участников ждут в Сар-ФТ по адресу улица Духова, дом 6. Зарегистрировать своего ребенка можно по ссылке, которая опубликована в группе молодежного центра ВКонтакте. Более подробная информация по телефону 369 05. Обучающий семинар под названием «ЕНВД отменит, а что взамен?» Маркировка товаров пройдет в Центре поддержки предпринимательства 31 января. Участие бесплатное приглашаются все желающие. В роли ведущей выступит старший преподаватель Приворского института повышения квалификации ФНС России Татьяна Солодимова. Она расскажет о том, что произойдет после отмены единого налога на умененный доход в 2021 году и ответит на интересующие вопросы. Семинар начнется в 11 часов. Запись по телефону 9 92 63. Саровчан приглашает принять участие в открытом Кубке города полывленном мормышку со льда. Он пройдет в воскресенье 26 января на Прудово-Изнесенском в одноименном селе Нижегородской области. Приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Более подробную информацию можно узнать на официальной странице Саровской Федерации Рыболовного Спорта ВКонтакте. В Сарове объявлен муниципальный этап 22-го международного фестиваля «Детство без границ». Участниками могут стать все желающие в возрасте от 8 до 25 лет. Индивидуальные авторы, представители детских общественных организаций, творческих объединений, их руководители, педагоги и наставники. Им на выбор представлено 8 номинаций. Подробности далее. Дворец детского творчества приглашает горожан принять участие в ежегодном международном конкурсе-фестивале «Детство без границ». В этом году он проходит в 22-й раз. Конкурс очень обширный. В нем безумное количество просто номинаций, начиная от самого простого детских рисунков и заканчивая видеоматериалами, мультипликацией, эссе. Можно написать какие-то творческие работы, конкурсы честцов. Всего в конкурсе 8 основных разделов, каждый из которых содержит несколько номинаций. Основные – это акции «Дорогами Победы» и «Книга добрых дел». Они посвящены 75-летию Победы. Туда принимают работы, связанные с историей. И их особенность в том, что они могут быть созданы раньше 2019 года. Возрастной разбег на самом деле очень большой. Есть конкурс творческих работ в мягкой книжке. Там принимаются от самых маленьких трех лет. И ограничения около 25 лет. То есть вот есть номинация, мастер-классов. И там до 25 лет. Помимо военной темы делается акцент на экологии, защите окружающей среды и бережном потреблении ресурсов. Работу принимаются до 19 февраля в 21 кабинете Дворца детского творчества. А более подробную информацию можно получить на сайте ДДТ. Из-за аномально теплой зимы на севере России стали таять дороги, которые прокладываются по замерзшим рекам. Жителям европейской части страны, возможно, придется раньше времени столкнуться с клещами. Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что кровососущие насекомые могут зимой выйти из спячки. В нашем регионе температура воздуха тоже держится выше нуля. Как Саровчане относятся к таким катаклизмам, выясняла наша съемочная группа. В ночь со вторника на среду в Сарове выпал снег и практически закрыл грязь и слякоть. На календаре 22 января. А это, пожалуй, лишь второй такой сильный снегопад в этом сезоне. Погода этой зимой больше напоминает европейскую. Причиной аномально высокой температуры синоптики называют теплой воду с Атлантического океана. Нравится ли такая погода саровчанам? Пойдемте узнаем. Скажите, вам нравится зима в этом году? Нет. А чего вам не нравится? Снега мало. На лыжах нельзя ходить. В основном это... Ну, снега побольше. Ну, в природе нет плохой погоды, поэтому я люблю зиму вообще. Конечно, хочется на лыжах покататься, но я верю в лучшее будущее. Может быть, все-таки снег уйдет. Нет, это не русская зима. Нравится. Че? В том, что снега нет, это тепло. Да. Потому что морозы не сильные. Ну, нет, как-то зимы какая-то то ли осень, то ли весна. Все тает. Даже, ну, заморозить ничего не успевает, все сразу же течет. Лично мне, например, нравится, когда снег выпадает не в обычное время. Так сказать, например, вчера снегопад настал, ну, застал меня внезапно, мне очень понравилось. А так вообще мне в памяти просто более отчетливо запечатлеваются, запечатлеваются сезоны, когда зима приходит достаточно поздно. То есть я успеваю насладиться осенним периодом и с открытым сердцем встретить снег и зимнюю красоту. Слушай, это не зима, а весна настоящая. Нет, конечно, скользко, тепло. Че ж хорошего-то? Зима должна быть зимой. Мне не нравится то, что мало снега, и вообще зима с каждым годом становится все хуже и хуже, и так кажется, как будто летом уже выпадет снег. Обычная зима, конечно, ждем снега, но наконец-то дождались, и посмотрим, что будет дальше. Ветром мне нравится. Сильный ветер. Снег только маловато, и все, так нормально, мне нравится. Ну, кому она нравится в этом году? Только если дворникам что чистить не надо, этим машинам по три раза на дню не нужно чистить, а так она никому. Ну, это слякоть куда? Ну, не очень. Хочется хоть немного мороза. Снег пошел, он такой слякотный. Не нравится, снега нет. Зима в этом году бьет рекорды по самой высокой температуре воздуха. В прошлом году рекордсменом по самой низкой летней температуре стал июль. По неволе вспоминаются народные приметы. Наши предки говорили, что холодное лето к теплой зиме. Вообще верю в приметы, да? Не, не особо. Нет. На Покроже снега не было. 14 октября не было снега вообще никакого, поэтому зима бесснежная. Ну, сейчас уже климат поменялся, уже никакие приметы не действуют. Я вот предчувствую, что будет холодное лето. И то, чтобы я верю в приметы, ну, хочется, чтобы было хорошее лето и зимняя зима. Ну, я в приметы вообще не верю. Да у нас лета-то не было нормального. Не верю. Нет, нет, нет. Все зависит от течений, от циклонов. Специалисты сделали детальный прогноз погоды на февраль 2020 года для всех регионов России. По их данным, на большей части территории страны температура воздуха в феврале значительно снизится. Но весна будет ранней и теплой. Сбудутся ли прогнозы синоптиков на последний зимний месяц, покажет время. Главное, чтобы зима не начала отдавать свои долги в апреле или в мае. Специально для вас все о капризах погоды выясняли Елена Грязкова и Константин Островский. Хоккейный клуб «Саров» продолжает серию побед. На выезде наши спортсмены одолели принципиального соперника – команду «Старт» из Таншаева. И заняли третью строчку турнирной таблицы. 25 января «Саровчане» проведут очередную домашнюю игру, на которую приглашают всех любителей хоккея. Подробности в следующем репортаже. К встрече с принципиальным соперником и прошлогодним чемпионом области по хоккею клуб «Саров» готовился основательно. Наши спортсмены мобилизовали все силы и выиграли со счетом 7-5. В прошлом году Таншаевский «Старт» был сильнейшей командой региона. В этом все команды находятся примерно на одном уроне. Приблизительно все одинаковые команды. Но после Нового года не могут войти немножко в ритм. Есть люди травмированные, есть кто-то в командировках, кто-то занятый. Поэтому я думаю, что к плей-оффу все подойдут заряженные на 100%. Там будет другой хоккей. Еще один принципиальный соперник приедет на встречу с Саровым в субботу 25 января. В Ледовом дворце в 13 часов наша команда встретится с клубом «Кстова». В первом круге «Саров» проиграл со счетом 13-4. В новом матче саровчане хотят реабилитироваться и взять реванш. С другими соперниками немножко полегче играть. То есть там уже у них выигрывали, знаем. А эти ребята, они амбициозные. У них есть нижегородские студенты, которые очень хорошо в этом сезоне играют. Поэтому, когда проигрываешь команде, уже на ответную игру немножко другой настроить. Прямую трансляцию матча с Саров к «Стову» можно посмотреть на нашем канале в Ютубе и в группах в социальных сетях. Запись игры смотрите в эфире канала «16» 28 и 29 января в 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.